Боец с позывным «Трак» показывает гаубицу Д-30. Ее привезли после встречи с дронами противника. Орудие повреждено, серьезно пострадала левая сторона, но здесь, в ремонтном отделении группировки «Восток», его быстро приведут в порядок. Да, это осколочность в связи с попаданием дрона «Камикадзе» в орудие. Его сильно посекло осколками. То, что мы исправили, уже сделали. Остается последние штыки доделать. Сейчас мы здесь зачистим, все сделаем, заплаточка сюда, и все, орудие нужно отпускать. Во время ремонта изготовили щит, заменили противооткатное устройство и уравновешивающий механизм. Не только восстановили, но и доработали. Сразу после этого гаубицу можно использовать в работе. Устанавливаем в дальнейшем, чтобы не происходили такие, как попадание дрона. Если он попадет, соответственно, он до самого орудия не достанет, он еще на подлете, так скажем, будет уничтожен. Полк полностью сформирован из приморских мобилизованных. Команда уже сработалась. Поставленные задачи выполняют в максимально сжатые сроки. Парни все знают свое дело, умеют, варят, изготавливают. В принципе, буквально сутки-двое, и орудие обратно на позицию. А на передовых позициях ведется уже другая работа – развертывание орудия. Задача подразделения – максимально быстро установить и подготовить его к работе. Чуть-чуть вниз. Еще, 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 еще. Командир орудия с позывным «Заноза» рассказывает, что раньше работал инженером-проектировщиком. С задачами в новой для себя области справляется успешно. Для противника – настоящая заноза. Сериодически, благодаря нашему командованию, естественно, хоть и мы мобилизованы, тем не менее, очень быстро обучились работе с гаубицей Д-30, стоит которая у меня за спиной. Благодаря умелому руководству быстро обучились и в данный момент на южно-донецком направлении ведем очень точную борьбу с противником. Успехов у подразделения достаточно. Так, недавно при помощи своей Д-30 уничтожили движущийся вражеский танк. Мы гоняли его по полю. Он пытался уйти из-под огня. Не удалось. Подняли копчер в небо. Соответственно, увидели танк противника. Поступила команда от командира орудия. К орудию. Быстренько, оперативно зарядились, навелись. Ну, с корректурой небольшой. За рисковыстрелов мы его поразили. Поражали мы и разные цели. Мы работали и по танкам, и по пикапам, и по легкой бронированной техникой. Уничтожили и креп районы, и управление ВПЛА. Активность противника снизилась, но хлопот доставляют беспилотники, объясняют бойцы. Для борьбы с ними подразделениям поставляют специальное оружие. Ну, а главная задача – отработать поставленную цель – сохранить людей, орудия и двигаться дальше. Выстрел! Огневое поражение. Вражеское ТПН занесено. Молодцы, товарищи! Служим России!